Саня, ты моя Саня! Саня, ты моя Саня! Питерский режиссер Владимир Акулов подобрал отличную команду, говорят театральные критики. Каждый артист точно сыграл свою роль. Прекрасная музыка, красивые арии, оркестровые моменты. Бешеная энергетика актера все это держала зрителя в напряжении. А Чичиков, Ефим Завальный и вовсе находка. Главный герой, я думаю, что просто влюбил в себя всю молодежь, особенно женскую его половину, потому что был настолько ярким, настолько артистичным, интересным и так проявил себя эмоционально и в вокальном отношении прекрасно. Критики отметили оригинальные костюмы, которые сами лепят образ. Подсказывает, в каком русле играть артиста. Подушечки-накладки в интересных местах придают героям гротескность. Особенно удачно, на взгляд театроведов, получились чиновники с двуглавыми орлами на головах. Ну, просто видно, что это какой-то герб, и что это государственный герб, и что это очень важная персона. Ну, а если учесть, что еще вот эти гротескные нашлепки на этом образе, под костюмом, то можно представить себе, какими авторы этого произведения видят некоторых государственных чиновников. Композитор Александр Пантыкин тоже доволен. Его музыка в этой опере, как он сам говорит, абсолютно съедобна. Я лично многие современные оперы не могу даже дослушать до конца, потому что, ну, это какой-то непонятный поток, непонятные, незапоминающиеся мелодии, нагромождение каких-то звуков и так далее. То есть, в общем, я в этом смысле считаю, что времена этих произведений прошли. Все, что делали в 50-60-е годы, так называемые авангардисты, это просто уже сегодня ретро, и это уже неинтересно. Многих зрителей приятно удивило, что «Мертвые души» оказались веселым романтическим мюзиклом, без всяких философских углублений.